Специальная комиссия по развитию гражданского общества обсудила в региональном правительстве, в каких условиях оказываются ивановцы, попадая в места принудительного содержания. Изоляторов временного содержания на территории Ивановской области 14. Ни один из них полностью не соответствует требованию федерального закона. Главная проблема сегодня – отсутствие лицензий на оказание медицинской помощи. Надо получать лицензии для медицинских кабинетов. Вчера я уже ходил в организацию. У нас первый сейчас будет лицензироваться ИВС Комсомольского района. Там действительно весь пакет документов собран. С руководителем я разговаривал. Также правозащитники указывают на недобропорядочные отношения полицейских к задержанным. Гражданин не обязан находиться в ОВД больше трех часов. За это время его должны либо отпустить, либо отправить в изолятор временного содержания. Людей на ночь задерживают в ОВД. Вот, например, в Ленинском. И там их всю ночь там держат. А при том, что у одного из них отобрали две бутылки водки из задержанных, значит, милиция выпила. И потом, значит, еще ходила, издевалась там, кое-кого, значит, била там, значит, тех, кто там был задержан. Наутро отпустили, значит, задержанному водку, естественно, не вернули, перчатки ему не вернули, кожаные, значит, шапку не вернули, вытурили, так сказать, иди отсюда пока цел. Чтобы подобного не происходило, правозащитники настаивают на видеоконтроле во всех помещениях органов полиции. Смотреть реальти-шоу будут ФСБ, прокуратура и другие заинтересованные органы. Правда, предложение комиссии носит лишь рекомендательный характер. Мы с вами рекомендуем органам государственной власти, то есть, ну как мы можем, это уже потребует там срок до 1 января такого-то года, но полагаю, что это будет не очень корректно. Также комиссии рекомендуют региональному управлению внутренних дел усилить работу по обучению своих сотрудников в сфере прав и свобод человека. Видимо, даже свежепереатестованные полицейские в этом вопросе не особенно компетентны.